Здравствуйте, дорогие наши подписчики канала «Христианство и мир». Мы очень давно с вами не виделись, вот на самом деле соскучились по вас, соскучились по это общение с нашей замечательной русскоязычной аудиторией, аудиторией, которая находится в принципе в разных странах и смотрит нас уже довольно давно. Сперва хочу благодарить вас, благодарить всех, которые регулярно смотрят наш канал, те, которые смотрят «Утренний кофе» Анны Мусан-Леви, то есть мою супругу, и которые смотрят наши старые также записи. С вами сегодня Рафаил Мусан-Леви в графство Даун в Северной Ирландии, иерусалимец в Ирландии. И вот хочу немножко поделиться, рассказать вам, что на самом деле мы делали всё это время, пока мы активно не занимались вот этой вот YouTube-видеозаписи, блогерством и так далее. Ну, во-первых, я уже давно-давно должен был закончить свой тезис. Все знают, что у меня также есть академическая жизнь. Я не закончил тогда свою последнюю работу, которую я должен был писать в университет, для того, чтобы получить уже наконец-то свою магистратуру. И я писал про сочинение святого Дионисия Ариапагита. И получается, в принципе, всю зиму и значительную часть лета я занимался только этим. То есть это означает чтение на древнегреческом, сочинение, разные тоже монографии. Я, короче, не стану вас замучить этим, но, в принципе, моя цель – это здесь также преподавать и древнегреческий, и древний иврит, то есть библейский иврит, потому что это моя, по сути дела, специальность. Конечно, я очень рад, что я еще и почти 15 лет был гидом и вел людей по святым местам, но моя, скажем так, научная, филологическая, историческая деятельность для меня связана также с работой гидом, и работа гидом связана также с моим книжным, более книжным занятием, скажем так. Вот, а что Анна делала? Анна, вот, к ней вернулась муза. 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 Дело в том, что я женился на женщины-скрипачка. Я это делал сознательно, и именно в этой женщины влюбился. Вот, Анна для меня это Анна и скрипка. И, соответственно, когда она перестала играть на скрипке, для меня это было очень, скажем так, странно. Но это понятно, когда есть детей, когда ребенка за ребенком и так далее, как бы, и много других дел еще, работы. Это все отводит от очень вот этой вот необходимости сосредотачиваться именно на музыке. И дело в том, что вот здесь, именно здесь, вот в этой зеленой Ирландии, в Изумрудном острове, к моей жене вернулась муза. Вот, видите, она стала опять играть на скрипке. Она потрясающе стала играть на скрипке, как будто, ну, как будто она никогда и не бросила, в принципе, да. Ну, на самом деле, я могу вам сказать, что она не бросила, потому что моя жена, она музыкант и никогда не перестала быть музыкантом. Она играет на скрипке даже во сне. То есть это как бы, это и так понятно, вот такой человек, такая судьба. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Привет-привет, дорогие наши подписчики канала. Да, действительно, я вернулась к музыке. Это большое для меня чудо, большое событие. И я очень хочу серьезно преподавать скрипку. У меня уже появились первые ученики здесь, к моей великой радости. И я почему хочу серьезно этим заниматься? Началось с того, что я хотела войти здесь в форму. Я вдруг почувствовала вот это желание опять играть и уже никогда не расставаться больше с этим. А когда я стала входить в форму, я еще раз оценила нашу замечательную советскую скрипичную школу. Я не случайно говорю советскую, иногда называют русской скрипичной школой. Но ведь такие великие педагоги, как столярские, например, жили в Одессе, в Украине. То есть, соответственно, еврейская скрипичная школа, украинская, русская. А в Белоруссии какие замечательные педагоги были, в Минске. То есть, понимаете, да, здесь начни сейчас выделять кого-то, это традиция. Это традиция скрипичного мастерства, которая передавалась от учителя к ученику. И наша школа уникальна. Она дает такую свободу аппарату, она дает такое глубокое знание себя, что даже вот через 15 лет можно убитыми домашним хозяйством руками, да, и расчищением, выращиванием, расчищением детей можно вернуться в форму. Это для меня открытие. Я никогда не думала, что это возможно. Значит, это мастерство нужно передать другим. И сдала экзамены и на курс, чтобы поступить, и потом после курса сдала экзамены, и куча-куча всего. И там очень много работы нужно было проделать в рамках учебы. И я получила сертификат, квалификацию переводчика, общественного переводчика. Работаю в Центрах помощи украинским беженцам. Да, я работаю на русском языке, потому что украиноязычных переводчиков не так много. Хотя, конечно, я с удивлением поняла, что люди, хотя абсолютно нормально относятся доброжелательно к русскому языку и на нём говорят, но когда им начинают задавать вопросы, касающиеся документов или каких-то ещё вещей, таких вот официальных, они переходят на украинский, потом опять поправляются. Им привычнее за эти 30 лет уже действительно говорить по-украински на определённые такие вот темы бюрократические. Но я сразу говорю, что я переводчик русский, и они иногда начинают по-украински. Я говорю, извините, я понимать понимаю, но я не имею права переводить. И будьте добры. Ой-ой-ой, простите, да, конечно, да, мы по-русски тоже умеем. То есть, в принципе, да, ну, есть целые русскоязычные города большие, где наоборот, вот, например, Харьков, Харьковчанам, я поняла, им проще даже по-русски говорить всё же таки. Они знают украинский, но комфортно им на русском. Ну, что вам сказать о беженцах? Это отдельный выпуск, надо, конечно, делать. Вот все вот эти вот мысли, которые, может быть, где-то там закрадывали, знаете, что, ну да, Европа открыла дверь, сейчас сюда люди приедут за хорошей жизнью, они отпадают сразу, как только ты попадаешь в центр помощи беженцам. Во-первых, ты видишь глаза людей, ты видишь их лица, да, не может каждый человек быть великим актёром, да, нет, это нормальные люди, они напуганы, они растеряны, они абсолютно сюда не хотели. Это видно и понятно по ним. И государство всячески помогает им, даёт пособие, даёт бесплатно школу, медицину, да, но, тем не менее, очень много будет зависеть дальше от того, как они учат язык, как найдут работу. Живут они у спонсоров. Кому интересно, почитайте в интернете спонсорская схема «Дом для Украины». Вот так это устроено. Мы же переводим их разговоры с медициной, с пособиями. Тоже сидят волонтёры, консультанты из всех госслужб социального страхования, тоже всё, и помогают им понять их права, и там тоже юридическая консультация бесплатная, всё. Ну, что ещё я делаю? Я работаю блогером, как и работала. Я делаю выпуски утреннего кофе по платной подписке два раза в неделю. 400 рублей в месяц это стоит. И 600 рублей в месяц стоит кофе плюс Ирландия. То есть я ещё раз в неделю выкладываю выпуски про Ирландию. Вот в Ирландии уже пошёл дождик. Пять минут назад был яркое солнце. Когда мы вышли снимать, не успели мы начать, пошёл дождик. Пойдём к дому, договорим по дороге кратко, скажу, что Ирландия день за днём начиналась как бытовой проект, бытовые видео, вылилась, естественно, в путешествие. Потому что мы гиды, мы не можем рассказывать про то, сколько стоит зубной врач. Но нам это скучно. Мы путешествуем и показываем Ирландию. Это небольшие выпуски, 10-15 минут, монтированные, такие многодельные. Но нам они очень нравятся. И каждого приглашаю подписаться очень просто. Либо через кнопку спонсорства, либо через ссылочку, которая есть под видео в описании видео. Мы решили от дождика убежать в кафе. Пока мы добежали, ну, ровно, наверное, 10 минут прошло. Выдлинуло яркое солнце, моментально исчезли, как по мгновению волшебные палочки. Все облака. Тепло, сухо, прекрасная погода. Вот так в Ирландии меняется погода. Буквально за 10-15 минут. Правда, не удивлюсь, если сейчас придет вот такая туча, и начнется ливень. Или даже град, как бы. Здесь такое бывает. Ну, а кроме наших новостей, что мы еще можем вам сказать, дорогие наши? Чем мы вообще живем? Какое наше с тобой послание людям? Ну, послание о том, что вот не существует никакой культуры без каких-то духовных оснований. И что эти духовные основания и культуры, хоть они разные, но их истоки одни, и они универсальны. Они подходят к разным народам. Однозначно. Так же, как музыка Чайковского, любой человек, любую культуру, в принципе, может воспринять. Да, так же и в плане, как бы, веры, как бы, православие. Это не только вера, национальная вера греков, румын, русских и так далее. Это вера, которая открыта, в принципе, для всех. Да, наверное, действительно, сейчас наша тема – это нет ни Иудея, ни Элина. Действительно, это так. Вот то, о чем мы с Рафаэлом все больше думаем и больше и глубже ощущаем эти слова. И, знаете, ощущаем, что нужно жить согласно этим словам. Не только внешне, но изнутри ощущать так, всячески исцелиться от любого недоброжелательства, подозрительности к другим культурам, другим народам. Мы просто все больше и больше ощущаем правду этого. Кстати, здесь, в Ирландии, очень много иммигрантов из самых разных стран и удивляет невероятно доброжелательное и вежливое отношение ко всем. И вы знаете, чем больше мы наблюдаем, тем больше замечаем, что это не только воспитание, скажем так, да? Это некоторая жизненная позиция, что солнце светит для всех, как бы, да, и можно ужиться. Я, например, очень люблю и сочувствую ирландцам, да, но я не делаю вид, что я ирландец. Это у меня и так не получится, я на ирландцы не похожий, как бы говор английский у меня… Я немножко похожа, меня иногда за свою принимают, но тоже присмотрятся и видят, что нет, конечно. Но я говорю с английским, именно английским, британским, северно-британским акцентом. И несмотря на то, что ирландцы, они, как бы, не очень много всего хорошего от англичан получили, ко мне отношение нормальное, а то, что касается русскоязычных, ну, я не стесняюсь говорить по-русски. Мы тут, как бы, в Монаган-стрит, это, как бы, центр города в Ньюри, как бы, люди тут ходят, кафе прохожих, и как-то свободно, никакого… Абсолютно, абсолютно. Мы нигде и никак не скрываем, что мы русские. Как я уже говорила, ни на работе я не скрываю, в центрах помощи украинским беженцам. При том, что здесь живут граждане, как бы, и Польши, и Литвы, и Украины, и разных мест, и у каждого свои какие-то взгляды, но люди тут живут как-то мирно, не так ли? Абсолютно. Здесь есть и мусульмане, и темнохожие жители, да, всех. Ну, правда, в основном, чтобы увидеть такую вот иерусалимскую многонациональность, надо поехать в Белфаст или в Дублин. В Ньюри, конечно, нет, но в Ньюри в основном ирландцы, поляки много, и… Католики. Ну, какое-то количество русских, литовцев тоже здесь есть, но здесь всё-таки вот такой состав, ну, более однородный, скажем так. А вот, например, Дублин или Белфаст, это просто… Я как раз на работу езжу в эти центры, чаще всего это в Белфасте. Это многоэтничные столицы, так же, как в Берлине, в Париже. Ну, как Иерусалим даже чем-то. Люди идут ищи жабах, и… Ну, больше, чем Иерусалим. Больше, чем Иерусалим. Как-то из-за этого… И мы пошли с девочками покупать школьную форму, зашли просто в магазин, купили там какую-то там мелочёвку для школьной формы, какие-то причиндалы, и с нами так поговорила продавщица, тоже молодая девушка, она так мило пошутила про длину юбки там, да, она так… Мы вышли, и мама Марты говорит, Март, мам, а почему, говорит, люди вот в магазине школьной формы работают, они такие радостные, такие добрые, они так любят работать в магазине школьной формы. Наверное, у них в школе был хороший опыт. Я говорю, ты знаешь, доченька, я думаю, что не так. Я думаю, что они получают радость от того, что они добрые. Они, наоборот, они добрые от того, что они любят работать в магазине школьной формы. Нет, здесь однозначно намного спокойнее, и в плане стресса, да, Иерусалима, то прекрасное место, святой город, это всё понятно, но жить там, это, конечно, не очень для нервных людей, особенно как бы это не очень полезная вещь. Ну вот, на этом, наверное, мы, пожалуй, закончим, чтобы не тратить слишком много вашего времени. Мы очень благодарим вас за интерес, внимание к нашему каналу. Конечно, благодарим за любую поддержку нашего канала. Лайком или копеечкой, это можно сделать по ссылочке, или суперлайк, сердечко есть теперь у нас под каждым видео. Потому что, конечно, без финансовой поддержки, ну, к сожалению, в современном мире никакое дело, никакой проект существовать не может. Поэтому мы рассчитываем на ваш интерес, на вашу помощь, и будем стараться выходить в эфир теперь более регулярно уже, однозначно. С новыми выпусками. Показать разные города, но для этого надо поехать в другие города. Это тоже как бы берёт время и так далее. Так что из города Ньюри мы надеемся увидеть вас и показать вам другие города, другие места, другие времена года. Ну и на прощание мы, конечно, ещё раз поздравляем всех с преображением Господним, всех, кто празднует сегодня по старому стилю 19-го числа. Да, у нас в Западной Европе уже преображение было 6-го. Большинство приходов Вселенской, Антиохийской, Александрийской, все патриархии празднуют 6-го числа. Мы праздновали с местной церковью православной. Ну и знаем, и помним, и молимся сегодня, конечно, тоже. Сегодня у нас второе преображение. Мы на фаворе. И мыслями, да. Ещё благодаря Саиду, который фотографии присылает нам, да. Так что вот. Ну всё. До свидания. Надеемся действительно до скорых встреч. Всего хорошего.